Приветствую вас! Если вопрос до сих пор актуален для вас, то, соответственно, я думаю, что ответить на него вам можно следующим образом. Во-первых, необходимо вам изучить треугольник Скарпмана для того, чтобы увидеть свою позицию, да, что вы находитесь в положении жертвы, вот, сейчас, а жертва это состояние, в котором человек не несёт ответственности за самого себя, вот, за свою жизнь. Соответственно, через это состояние жертвы вы имеете какую-то выгоду. Результат выгоды должна быть подвержена исследованию, чтобы определить, ради чего вы делаете так, ради чего вы оказываете состояние жертвы, да. Вот, для этого нужно вашу биографию отследить, да, поисследовать вашу биографию. Вот, для, в качестве начального такого упражнения, да, на эту тему, я рекомендовал бы вам, вот, подумать, да, вот, состояние беспомощности, да, которое, ну, которое у вас есть. Вот, как оно вами чувствуется, это состояние беспомощности? А, чувствуется ли оно вообще, это состояние беспомощности? А, и, соответственно, нужно подумать о том, когда вы чувствуете себя так, таким образом, в первый раз, впервые, когда вы стали себя так ощущать, вот, соответственно, вот, от этого и необходимо отталкиваться, то есть, вот, ну, вот, именно в дальнейшем, чтобы как-то, разобраться, да, потому что, в этом состоянии, в состоянии жертвы, вы оказались не случайно. Ну, как это мне видится, по крайней мере. Вот, значит, это с одной стороны. И, с другой стороны, с другой стороны, вот, вы говорите, да, что не знаете, что делать. Вот. Тут точно тоже необходимо определиться, что делать, чтобы что. В смысле, чего хочется вам. Чего хотите вы сами. Вот. То есть. Может быть, вы не хотите работать больше. Либо, может быть, вы хотите написать жалобу. Это определитесь с целью своей, что нужно, вот, именно вам. Чего хочется больше. Может быть, вы ищете повода, чтобы уйти с работы, например, своей. или, может быть, боитесь, ну, например, боитесь, вот, писать жалобу, да, потому что никогда не отстаивали свои права. Допустим. 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 Тут это тоже, вот, такие важные моменты. И, в зависимости от этого, уже нужно будет с вами двигаться дальше. Вот. Обязательно нужно вам пояснить, что значит, три машенька. Тут я не очень понял, что это значит. Вот. Ну, в целом, в целом, вот так. Вот так можно вам ответить на ваш вопрос. Что бросило в глаза то, что вы, значит, ну, вот. Простебращение, то есть, это говорит о том, что вы не уверены в себе можете быть. Вот. Или обесценивать как-то вот себя, да, свои какие-то желания, да, свои проблемы, просто берёте и их обесценивать. Если так, то это тоже достаточно серьёзный аспект, потому что, ну, совершенно понятно, что из ниоткуда он взяться не мог. Вот. Вот. С обесцениванием того, что вы считаете важным для себя, тоже необходимо работать. Вот. Ну, а улыбочка, смех – это защитная реакция, защитный механизм. Когда вы убегаете, возможно, в этот смех, я бы на самом деле немножечко поисследовал бы, каким именно смехом вы смеётесь. Вполне вероятно, что за смехом тоже скрывается определённая родительская установка, которая, например, например, значит, ну, например, стимулирует вас к тому, чтобы вы, ну, допустим, вот так вот себя принижали. Вот. То есть это тоже такой достаточно важный момент, если мы хотим разобраться с тем, что с вами происходит. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Продолжение следует...